ну что друзья всем привет вы на канале крипто комманс очередной день очередное дежавю биткоин выглядит просто как пульс умирающего пациента да как говорится пациент скорее мертв чем жив посмотрите угасающая абсолютно волатильность и все мы знаем что это говорит только об одном что обязательно будет очень очень сильное движение вопрос который всех мучает сейчас в какую из сторон потому что конечно у нас тут нисходящий тренд наблюдается среднесрочный даже можно сказать уже долгосрочный да там в течение года и вроде как треугольник вниз который по школе должен пробиться вниз и многие сейчас этого ждут но есть кое-какие интересные вещи которыми я хотел бы с вами сегодня поделиться поэтому если вам нравится такого рода крипто контент обязательно поставьте лайк и проверьте что вы были подписаны на наш канал чтобы не пропускать следующее уведомление погнали вот а начать я хочу даже не с биткоина а с фондового рынка с конкретно с smp 500 вчера на стриме мы с вами обсуждали что у нас есть первое за 6 лет быча дивергенция по smp 500 на недельном таймфрейме посмотрите сами за последние 15 лет нас было всего 4 бычих дивергенции о чем я кстати писал у нас в телеграме на который вы обязательно просто должны быть подписаны чтобы не пропускать эти уведомления также проверьте пожалуйста подписочку на телеграм давайте я покажу прямо на графике у нас с вами за 15 лет было всего четыре таких бычих дивергенции на недельном таймфрейме и посмотрите как четко они отрабатывали чтобы вы понимали у нас не было таких бычих дивергенции не вот здесь перед обвалом как сейчас все сравнивают да посмотрите здесь ее не было не вот здесь вот соответственно нигде не вот здесь на коронодампе перед обвалом у нас не было бычих дивергенции поэтому сейчас это как минимум тот знак с которым стоит считаться надо это понимать ребята вот у нас есть сильная недельная бычья дивергенция. Причем она не только на S&P, она и на биткоине. Но к биткоину мы сейчас буквально через пару минут вернемся. А сейчас я вам хочу показать еще один очень важный пост, который я сделал в Телеге буквально только что. Он гласит, спекулянты на фондовом рынке удваивают свои медвежьи ожидания. Как мы видим из вот этого графика соотношения опционов put-call, люди сейчас настроены крайне по медвежьи. У нас с вами all-time high по медвежьим ставкам сейчас. И как вы думаете? Вы думаете, все им дадут заработать, что ли, на падение? Все ждут финансовый кризис, все ждут тут за дно. Грубо говоря, все шартят. И большой респект вот этому чуваку, Генрик Зеберг, который отметил, что это хорошим не закончится в итоге. Ни для быков, ни для медведей. И по его мнению, нас ждет обязательно финансовый кризис. Но сначала мы увидим очень сильный рост с выносом всех этих опциончиков, шартунов и так далее. Опять же, ребят, ничего не гарантировано. Это всего лишь мнение еще одного аналитика. Но я считаю, что как минимум разумно с ним считаться. И положить этот анализ еще к себе в копилочку с остальными анализами. Посмотрите. По его мнению, вот у нас была первая волна, вторая, третья, четвертая. И сейчас нас ждет пятая взрывная волна с перехаем. И только потом уже конкретный дамп всех рынков. Достаточно разумно. Потому что, смотрите, у нас идея к сваю уже очень сильно вырос. И быков дофига вытрясли. И вот сейчас мы можем спокойно доформировать эту параболическую структуру, собственно, со шпилькой, после которой всех вынесут. Я не говорю, что мы прямо на 10 тысяч по SMP летим. Это я вам так схематично рисую. Но что-нибудь вот такое, куда-нибудь там тысяч на 5200 или там на 5800, почему бы и нет. И это и будет финальная пятая волна, собственно, с выносом всех, уже с угасающим RSI, соответственно, с медвежьей дивергенцией, с выносом всех шортистов. Потому что, чтобы не дать им заработать на медвежьем рынке, и потом только уже более серьезный медвежий рынок. Например, вот такой вариант. Теперь давайте вернемся к биткоину. И посмотрим на его примере, что происходит с рынком. А происходит, как я уже сказал, непонятная ситуация локально, да, где все половину настроены по медвежьи, половину по быче. О чем, собственно, и говорит голосование, которое я запустил в нашем Телеграме уже более трех недель назад. И, кстати, в Ютубе точно такое же голосование было. Как биткоин закроет октябрьскую свечку? 50 на 50, ребята. Выше 20 и ниже 20 тысяч. 50 на 50. Голоса разделились. 5 тысяч проголосовавших. На Ютубе то же самое. Там 51 на 49, что ли. Короче, люди реально не понимают, что происходит. И вот почему, кстати, еще вы должны быть подписаны на нашу Телегу, чтобы все вот это не пропускать. Ну а теперь возвращаемся на график биткоина на недельном таймфрейме. Наш любимый логарифмический график. Посмотрите, что мы тут видим. Я тут так грубо нарисовал. Дайте-ка я вот эти пока уберу на RSI. Но грубо нарисовал сравнение циклов. Посмотрите. Многие сейчас говорят, что вот мы стоим на 19 тысячах так же, как стояли на 6 в 2018 году, перед тем, как грохнулись на 3. Но я хочу возразить, не так же мы стоим. Посмотрите на сетку EMA Ribbon. Вот я отрисовал специально для вас такие треугольнички, где вы можете видеть. Давайте я лучше удалю и еще раз заново отрисую. Многие думают, что мы сейчас рисуем вот такой вот нисходящий треугольник, после которого будет падение вниз и капитуляция. В принципе, похоже. Да? Выглядит похоже, что мы сейчас упадем туда. Но разница в чем? Разница лишь в том, что посмотрите, где находится сетка средних скользящих. EMA Ribbon. Она находится сейчас гораздо выше, чем цена. Она находится в районе примерно 25-30 тысяч долларов. Так же, как она находилась вот здесь, на дне рынка. И так же, как она находилась вот здесь. Цена сильно ушла под сетку. Здесь, когда мы стояли на 6 тысячах и формировали треугольник, мы были точно на сетке. Смотрите, она только развернулась. То есть, исходя из анализа средних скользящих, это место это было вот здесь, по аналогии. То есть, мы уже капитулировали. Потом, опять же, по RSI, посмотрите, где мы находимся. Мы находимся на ультраперепроданных значениях. Так же, как были вот здесь и вот здесь. То есть, на дне рынка, а никак не вот здесь, вот где мы стояли в середине диапазона. Поэтому, на мой взгляд, сейчас идет обманка. Обманка заключается в следующем. Она сейчас, конечно, происходит, но она была гораздо раньше. Она была знаете где? Она была вот здесь, ребята. Потому что, сравните, все вот эти предыдущие рынки, у нас был явный пик бычьего рынка и нисходящий тренд, после которого мы проваливались ниже и формировали двойное дно. Да, вот здесь, здесь также падали вниз, капитулировали двойное дно. И здесь, соответственно, также, с тем лишь исключением, что у нас не было вот здесь вот пика. Обманка была вот здесь, что у нас не было взрывной вот этой лопающейся вершины. И, соответственно, многие думают, что пик рынка был вообще вот здесь. А на самом деле это был хитрый китовый замут, потому что нам не показали здесь вершину, чтобы люди не поняли, что это медвежий рынок, и не начали его шортить сразу. Чтобы люди поверили вот здесь в бычий. Но теперь-то мы это с вами видим, что цикл вот он на самом деле откуда идет. То есть у нас не было такого экспоненциального пампа. Тем не менее, мы видим понижающиеся вершины. Мы можем в уме его дорисовать, да? И мы видим все те же схожести по сетке EMA и Ribbon, опять же, и потому что мы уже капитулировали. И сейчас рисуем очередное двойное дно вот с такой вот разворотной формацией. Как и здесь, так и здесь, ребята. Вот что я думаю на этот счет. Тем более, что мы сейчас вырисовываем, опять же, бычью дивергенцию по RSI и по цене. Это не значит, что мы прямо сейчас начнем расти. Мы можем сделать небольшой закол вниз, и при этом по RSI не переписать вот этот вот low. И это будет все еще бычья дивергенция. Скажем, мы можем какой-нибудь тысяч на 16 упасть, или даже на 15. И если RSI не перепишет low, то это будет все еще бычья дивергенция, после которой мы начнем расти. Но если вы посмотрите еще раз, RSI, когда так низко валялся, всегда, когда мы пробивали вот это вот сопротивление, которое у нас рисовалось, после этого мы начинали расти. Поэтому смотрим сейчас, как RSI пробьет вот это сопротивление, как цена начнет возвращаться к сетке EMA Ribbon. И вот еще, кстати, прикольный индикатор, GMMA осциллятор. Посмотрите, он прямо сейчас лежит на дне и пересекается. Как это было вот здесь, как это было вот здесь, опять же. Ну и сетка, это GMMA, которая тоже похожа на EMA Ribbon, даже на SuperGoopy больше похожа. Посмотрите, насколько сейчас зеленая сетка, более быстрая сетка ушла под красную, более медленную. Какое расхождение между ними, как вы можете видеть, такое же, как было вот здесь, и такое же, как было вот здесь. Даже больше. Если вам нужно подтверждение разворота, ждите, пока зеленая начнет подниматься к красной, пока RSI пробьет сопротивление, и пока, собственно, биток отрастет тысяч на 25-30. Но если вы накапливаете на спот долгосрок, на мой взгляд, это надо делать уже сейчас, по текущим. Если вы готовы рискнуть в плане трейдинга, тоже можете, я думаю, попробовать сделать это прямо сейчас, по текущим. Беря во внимание все, что я вам сказал, про фондовый рынок, про дивергенции, и про многое другое. И последнее, что хочу сказать. Кто-то написал в чате, посмотрите, какой жесткий дивер по Дашу на недельках. Прикупил к битку. Вот я и смотрю, ребята, по Дашу на недельках. Очень жесткий дивер, который длится уже раз-два-три года. Dash BTC. То есть осциллятор нам уже показывает рост, начиная вот с этой точки. Это была разворотная точка. А цену дальше искусственно дампят. То есть, как только крупные дяди закроют шорт, цена сделает просто вот так. Это надо тоже понимать. Крупные хедж-фонды, они что делают? Они шортят падающие активы и лонгуют растущие активы. То есть, грубо говоря, крупные крипто-хедж-фонды, они сейчас шортят всякие Dash, там, Litecoin и Bitcash, при этом лонгуют всякие BNB. Я не знаю, что там сейчас еще растет. И фишка в том, что когда они будут закрывать свои шорты, умные хедж-фонды, кому удастся собрать профит, они будут совершать рыночные покупки. И цена просто начнет выдавать плюс 300, плюс 400, плюс 1000 процентов. Шорт-сквиз, так называемый. И те, кто другие хедж-фонды, которые более жадные, более тупые, они не успеют выйти. Их просто ликвиднет к ядреням. Это надо понимать. То есть, падающие активы, что они делают? Они начинают расти. Вот они почему начинают расти. И вот так вот сильно пампят. Ну, типа, как вот здесь было или вот здесь. Только я думаю, что еще сильнее мы запампим. Как бы вот хотя бы сюда или сюда. Вот что произойдет в какой-то момент. А, соответственно, тот же BNB, который я вам уже сколько раз показывал к битку, наоборот, его все лонгуют, хомяки лонгуют. И когда лонги начнут закрывать, фиксировать прибыль, он просто начнет падать. Очень сильно, очень резко. Может быть, он сделает еще шпильку, может не сделает, но он обязательно начнет падать. Поэтому, друзья мои, это все дисклеймер, не финансовый совет. Это просто вероятности. Торгуем с риск-менеджментом, учитываем все, что я вам сказал, делим пополам, думаем своей головой. Если вы готовы в средний срок накапливать контртренд сделки, то я жму вам руку, я делаю именно так же. А если, как говорится, я попался вам навстречу, то значит, вам со мной не по пути. Вот и все. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. Всем профитролей и до следующей встречи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok